Доброе утро! Конечно же другие. И подход к ним нужен другой, и относиться к ним нужно по-другому, делать на это скидку. И, конечно, они другие уже и в дошкольном учебном заведении, в начальной школе, конечно, они расцветают как цветок из бутона и проявляют себя совершенно иначе. А вот чем отличаются дети современные от детей, допустим, нашего поколения или от детей 20-летней, скажем так, давности? Есть такой момент более такой свободных нравов. Дети свободных нравов в хорошем пока смысле этого слова. То есть дети, они достаточно свободные, они легче, может быть, идут на контакт, где-то легче задают вопросы, меньше стесняются, им проще выступать на публике. И этот есть момент 100%. Стали более коммуникабельными, да? 100% более коммуникабельные. Есть такой момент. В то же время дети достаточно, можно сказать, ожесточены где-то. Это связано с компьютерными играми, с фильмами, которые они видят. И, в общем-то, с обстановкой в стране, которую очень сильно показывают по телевидению и гусируют. Скажите, пожалуйста, вот, например, когда дети уже идут в школу, вот раньше, да, как мне кажется, дети между собой классами очень дружили, были очень дружны. Как сейчас обстоят дела? Так ли дружны дети? На самом деле дети очень открыты и любят дружить и хотят дружить. Задача взрослых, наверное, которая встречает их в школе, создать такие условия, в которых бы дети умели бы и учились бы дружить. Ребенок сам по себе очень доброе существо. Очень важно, в каких условиях находится. Какая среда дома, какая среда в школе. И, наверное, задача учителя быть к этому готовым. По поводу современных детей я бы добавила, что дети современные замечательные. Наверное, проблема заключается в том, что не все учителя к ним готовы. Потому что дети сейчас действительно необычные. Какие они? Ну, сложно сказать. Каждые 4 года, вот я выпускаю детей каждые 4 года, и каждые 4 года приходят совершенно другие дети. И к ним нужно быть готовым. То есть учитель должен все время учиться. То есть можно сказать, что есть такая проблема нашего школьного образования в том, что в основном учителя работают в школах еще той советской закалки. И, в общем-то, по-прежнему стандарты к обучению детей применяют также советские. Да. Работать так легче и так проще. Почему дети любят молодых учителей? Не потому, что только они молодые и красивые. А еще потому, что они к ним ближе, они их лучше понимают. И учителю нужно быть готовым к тому, что не всегда будет легко, иногда будет очень сложно. И, наверное, важно прислушиваться к ребенку. Потому что он даст, в принципе, все советы, все ответы на вопросы, которые возникают у учителя. Как с таким ребенком работать? Как с ними общаться? То есть нужно их слушать. Меняется эта методика обучения в процессе эволюции, скажем так, детей, детской психологии? Абсолютно верно. Дело в том, что те времена, когда мы с вами сидели за партами и отвечали, когда нас спрашивают, давным-давно прошли. Каждый ребенок хочет сказать, каждый ребенок хочет быть услышанным. Соответственно, необходимо менять условия. Условия, прежде всего, я считаю, это сами классы, наполняемость классов. Там детей не должно быть много, но в то же время достаточно для того, чтобы они могли друг с другом общаться, чтобы они могли дружить. И в то же время, чтобы они могли высказывать свои мнения на всех уроках и быть услышанными. По вашему мнению, какое оптимальное количество будет, допустим, детей в начальной классе? 15-16 детей. До 20. До 20 мать. То есть не так, как раньше было по 35 учеников в классе или по 40? Почему раньше? Сейчас, к сожалению, тоже в школах 35, 40 и 45 есть деток. Я считаю, что это на корне неверно. Почему? Потому что 45 минут идет урок, и детей 45. Учитель может уделить ребенку одному одну минуту. Этого очень и очень мало. Ребенок должен понимать, что его всегда слышат, его всегда видят и хотят с ним общаться. Тогда он будет тоже открытым. Скажите, пожалуйста, я знаю, что самое главное в успеваемости, это правильно выработать, воспитать у ребенка любовь к получению новых знаний. И, скорее всего, это нужно делать еще до школьного возраста. Как правильно родителям не переборщить, не отбить охоту учиться? Сейчас, конечно, тенденция такая, что дети с трех лет уже просто обязаны быть практически школьниками. И у нас есть такая подготовка к школе, и она есть практически везде. С одной стороны, это хорошо, дети развиваются, дети познают что-то новое. С другой стороны, им это где-то надоедает. И мы можем провести такое четкое различие. Есть дети, которые с двух, с трех лет постоянно ходят на занятия. Первому классу, их первый класс мало чем отличается для них, как они в три года ходили. Они так же сидели, они так же отвечали на вопросы учителя, они так же задавали вопросы. Дети, которые, допустим, с четырех, с пяти лет, их посадили, сказали, что вот сегодня ты пошел в подготовительную школу, они совсем по-другому относятся в первом классе к обучению. То есть для них уже роль школьника, она настолько значима, она настолько осознанная. И, конечно, перебарщивать нельзя, потому что не стоит забывать, что дошкольный возраст, никто ничего нового не изобрел и не изобретет, потому что в дошкольном возрасте самое главное – это игра. Ребенок должен играть, он может получать знания в игровой форме, но игра – это самая ведущая и то, на чем все завязано. Абсолютно верно. Дело в том, что в дошкольном возрасте основная деятельность – игровая. И когда дети в шесть лет приходят в первый класс, все-таки еще основной деятельностью ребенка остается игровая, никак не учебная. И это нужно учитывать. Соответственно, учитель таким образом стоит свою работу. Я бы хотела сказать, что вот преемственность – очень важная вещь. Мне кажется, что вот комплексы, когда создаются, когда сад, школа, и когда работают одни и те же педагоги, вырабатывается одна линия поведения с ребенком. То есть вот именно нет этого перебарщивания, как говорит моя коллега. То есть ребенка больше развивают, чем обучают. Это именно тот период, когда нужно ребенка развивать. Когда мы приходим в школу, мы добавляем больше обучения. И таким образом гармонично строится развитие ребенка. У меня еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я знаю, что буквально с первых дней занятий, в первом классе детей, у детей начинается по шесть уроков. Они несут абсолютно какие-то неподъемные портфели с огромным количеством учебников. Ну, насколько это правильно для их, во-первых, физического здоровья, для их действительно обучения и развития? Ну, для того, чтобы правильно начать процесс обучения, нужно его продумать. Вот у нас в школе, могу поделиться, ребенок не приходит с первого дня и не учит сразу математику, чтение письма. У нас проходит 10-дневная инициация в школьную жизнь. Так и называется. Это есть курс прописанный, он известный, введение в школьную жизнь. Когда ребенок обучается на известных ему темах, обучается сотрудничеству, общению, он адаптируется в классе, в школе, и только после этой инициации 10-дневной потом потихоньку начинаются предметные уроки. То есть какие-то социальные навыки, да? Абсолютно верно, абсолютно верно. Они учатся отвечать, они учатся поднимать руку, они знают, что такое работа в парах, они учатся работать в группах, какие вопросы можно на уроках задавать, какие нет. Нет, мы это все обсуждаем, мы знакомимся с ними правильно, как нужно на уроке говорить, почему нельзя говорить хором. Мы все это прорабатываем, и, в общем-то, учитель никуда не спешит, потому что это не урок чтения, это не урок математики, это знакомство. Это очень важно, безусловно, это самый важный момент. Я знаю, что у вас совсем скоро, вы ожидаете такого знаменательного события. К вам должен приехать человек, который, ну, буквально является знаковой фигурой, да, в педагогике. Абсолютно верно. Это Шалва Александровича Монашвили. Мы называем его учитель учителей, мы на него равняемся. Он приезжает в Одессу в мае месяц, и мы его пригласили к нам. И очень бы хотелось, чтобы большое количество людей, как можно больше учителей, и родители пришли к нам на обучение к Шалве Александровичу Монашвили. Потому что это ценнейший опыт. Наверное, вот лучшего быть не может для учителей. Скажите, пожалуйста, что самое главное должны дать родители своим детям? Самое главное. Вы знаете, что бы хотелось отметить, это очень и очень важно, родители должны воспитывать и обучать исключительно на своем примере. Нравоучение. Ты не должен курить, а мы курим, потому что мы взрослые и так далее. Ты должен читать номер, но мы не читаем, ты должен не смотреть телевизор, но мы смотрим телевизор всей семьей, у нас работает просто для фона бесконечно. Личный пример. Об этом не стоит забывать. И только так можно воспитать хорошую личность. Не зря же есть такая английская поговорка. Не стоит воспитывать детей, они все равно будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Поэтому нужно воспитывать себя как родителя. Скажите, пожалуйста, я знаю, что с детьми работать – это невероятное удовольствие. Но также это невероятный труд. Где вы черпаете силы и энергию? Потому что каждый день, возвращаясь с работы, мне кажется, ты опустошен, потому что дети, правда, забирают очень много энергии. Вы знаете, дело в том, что там, где я ее трачу, там же я ее приобретаю. Потому что дети настолько непосредственные, настолько смешные. Бывает одна фраза ребенка дает тебе столько сил. Просто, ну вот, например, утро, завтрак, пошел первый урок, мы идем кушать, заходим в столовую. Ну, молочная каша для малышей. Заходит мой Артем, это первоклассник, и говорит, а я завтракать не буду. А я говорю, почему, Тема, ты не будешь завтракать? Я молочную кашу не заказывал. Вот, понимаете, и это дает и таких перлов, как мы их называем, у детей очень-очень много. И, соответственно, это вдохновляет. Ну, и, конечно же, очень важно для вдохновения, это твоя семья, твои близкие, когда все гармонично, дома, когда мир и лад на работе. То есть на работу, как на праздник. Да, и домой, как на праздник. И домой, как на праздник. Хочется действительно отметить и добавить, что семья хорошо, семья – это уже дома. У нас очень дружный коллектив, хотелось бы этим похвастаться. И, конечно, у нас работают психологи, мы проводим для учителей различные делаксирующие моменты, потому что это очень сложная профессия, это очень тяжелый труд. У нас есть неделя открытых уроков, когда родители приходят на уроки. Что вам сказать? 70% родителей подходят и говорят, скажите, пожалуйста, как вы выдерживаете? Потому что это очень сложно. Но мы стараемся, мы по долгу работаем, мы стараемся сохранять и внешний вид, и позитивный настрой, хорошее эмоциональное состояние. Здорово. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Когда вы берете, допустим, этих юных птенцов в первой классе, в четвертом классе, да, после четвертого класса, вы с ними расстались? Сколько тяжело расставаться с детьми? Все равно, наверное, привыкаешь, они становятся как твои дети. Абсолютно верно. Я в школе работаю 25 лет, и вот только, наверное, сейчас научилась отдавать детей спокойно. Я понимаю, что все, что я могла, я им дала. Дальше я должна их передать в руки коллег, которые дадут им следующие знания, умения, навыки, потому что это возраст другой. И вот только сейчас она научилась делать это легче. На самом деле это действительно очень сложно. Они становятся твоими детьми. Хочется в этот день, во Всемирный день ребенка, предоставить вам такую возможность поздравить на весь город, на всю Одессу детей, ну и, конечно же, их родителей с этим праздником и пожелать чего-то главного. Ну, в этот день, наверное, хочется пожелать всем детям это мира, любви и гармонии, потому что они, приходя в этот мир, к этому готовы. А еще хотелось бы добавить, что в каждом взрослом живет ребенок и поздравить его внутреннего ребенка, который находится в каждом-каждом взрослом. С праздником вас! С праздником! Спасибо вам огромное! Я напоминаю, что у нас в гостях были Ирина Сальникова, психолог высшей категории, а также Татьяна Марахова, учитель начальных классов школы МРЕ. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в гости, рассказали столько интересного о современных детях. Ну, а мы, наверное, уже будем прощаться, наше время подходит к концу. Хотим пожелать, наверное, как всегда, классных, веселых выходных. Обязательно, если у вас есть дети или внуки, да. Хорошо, выспитесь, во-первых, да. Завтра ведь никуда не нужно торопиться, в принципе, да? И после завтра тоже. Обязательно нужно пойти с ребенком в парк или к морю, купить ему сладкой ваты и отметить этот праздник, этот день, всемирный день детей. Ну, а в понедельник будете делиться с нами свежими впечатлениями. В понедельник мы вас с нетерпением ожидаем, как всегда, традиционно, с 7 до 9. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока. Хороших вам выходных. Пока. Беседан. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин